Всем привет! С вами Ольга Чернова, Моя Городная Азбука. Конец января и самый злободневный вопрос у всех. Когда начинать посевы? Сейчас я расскажу о томатах, потому что томаты чаще всего, они большую площадь занимают. И если перцы, баклажаны у некоторых только вырастают в теплице, то томаты у нас растут во всех регионах и в открытом грунте, и в теплице. Я сейчас расскажу вам, как высчитать точную дату посева именно в вашем регионе. Потому что страна у нас очень большая. И когда я снимала видео и говорила, что вот стандартные, например, примерные сроки посева в Сибири, такие-то, 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 они не всем подходят. Но есть один старый-старый метод, ну не старый метод, а очень распространенный метод, как высчитывать самому, можно высчитать в любом регионе дату посева. Это, конечно, по возрасту рассады. Вот про эти пресловутые 60 дней, которые у нас, как бы, округлили вот все. Но рассаду можно высадить и в 50, и в 55, и в 60, и в 65 дней. Но взяли цифру 60 дней, усредненную. И вы можете по этой 60-дневной рассаде посчитать дату посева. Хоть теплица, хоть открытый грунт. Но сейчас, значит, я расскажу, как буду говорить по открытому грунту, чтобы мне не путаться теплица, открытый грунт. Если вы живете где-то не в Сибирском регионе, вот у нас считают так, 10 июня это дата высадки. Дата высадки тех, того огромного количества садоводов-огородников, которые не имеют теплицу, которые не хотят закрывать пленкой, которые не хотят получить суперранний урожай. Это вот такой стандарт. 10 июня высаживаешь без проблем. Уже никаких заморозков, уже ничего. Сколько вызреет или не вызреет, мы сейчас не рассматриваем этот вопрос. Это вот для тех, кто без каких-либо дополнительных усилий выращивает томаты. Все, 10 июня. От этого 10 июня мы отсчитываем назад 60 дней. Так, июнь 10 мая, 10 апреля. И 10 дней на схожесть. Значит, 1 апреля. Вот по этому стандарту 60-дневая рассада должна высаживаться в конце марта. Но 1 апреля, это значит 28 марта, 1 и 2 апреля. Все. И потом вы уже, когда вы посчитали, что примерно 28 апреля, там нам дают производители иногда подсказки на обратной стороне, что можно высаживать, например, 45 дней или 55 дней. Исходя из этого, вы уже делаете корректировку. Вот это я сказала на примере сибирского региона. Также, например, где-то южный регион, если они высаживают 10 мая, но это я просто, я даже не знаю, какого числа они высаживают. Если они высаживают 10 мая, значит опять 2 месяца отступаем, плюс 10 дней. Получится, что возможно в январе там у них будет, я не буду высчитывать. Вот это такой стандартный, самый упрощенный метод подсчета. Вы не ошибетесь. Вы если даже промахнуетесь на 1 неделю или на 10 дней, ничего страшного. Также, если, например, мы считаем 10 июня, высаживаем в открытый грунт, на 10 дней или на 14-15 мы можем высадить раньше, если будем пленкой укрывать. Значит, считаем не 10 июня, а 25 мая. Значит, от 25 мая отнимайте 2 месяца, 25 апреля, 25 марта и еще 10 дней. Значит, 15 марта сеем, если мы будем пленочкой закрывать вот так. Но самый лучший способ определения даты, это, конечно, смотреть свои записи прошлогодние. Я вот по томатам уже определила точно, когда я сею из года в год. По перцам еще не могу, еще скачу туда-сюда. Один год посею раньше на неделю, другой год посею позже на неделю. В позапрошлом году посеяла очень рано. У меня они зацвели, заплодоносили. Это было не очень хорошо, но очень сильно они цвели, долго. И много этих плодов, половину пришлось убирать. В прошлом году сместила немножко. Тогда получилось так, что не все вызрели. И вот надо на перце мне еще найти золотую середину. Но томаты я уже нашла. Я уже говорила, что для теплицы, которая без подогрева грунта, но обогревается воздух, я высеваю всегда 29 января или 2 февраля. Ну вот этот вот, конец января, начало февраля. Но там у меня всегда есть чем укрыть. В случае заморозка у меня есть дуги, у меня есть укрытые материалы. Просто для теплицы высеваю в середине февраля. Для открытого грунта крупные и поздние высеваю с 10-15 марта, скороспелки, в конце марта, в начале апреля. Но для всех регионов эти даты будут разные. А вот эти принцип 60 дней, он может помочь любому. Хоть вы живете вообще там где-то, где-то, где холодно, хоть вы живете, где очень жарко. И многие им пользуются. Это вот такой самый распространенный способ. Но вы со временем научитесь определять и по возрасту рассады 60 дней. Но опять же, тут много нюансов, что правильно люди говорят, какие-то можно высадить и в 50 дней выкинуть, а какие-то можно немножко передержать и до 70 дней, чтобы она при высадке была более взрослая. Но это вы каждый для себя решаете сами. А я сказала, вот о тех стандартах, которые самые простейшие, без всяких там усилий, без пленок, без всего. 60 дней считаете, отступаете, плюс 10. И, пожалуйста, начался пассив. Всё, до свидания.